Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Номер 356. Событие дня. Евангелие Теяна 5, 44. Как вы можете веровать, когда друг от друга принимаете славу, а славы, которую от единого Бога не ищете? Вот человека спрашивают верующие, верующие. А Господь говорит, как вы можете веровать, когда главное не исполнено? А почему? Да потому что возлюбить Бога нужно всем умом, всем сердцем, всей душой, всей крепостью. Четыре раза всей. А кто любит мир, любит славу, у того нет ничего. Сердце занято. И притом он свободно занял, отдал ее миру. Дружба с миром вражда против Бога. А здесь, говорит, славу друг от друга принимает и хвалит. Батюшке нравится, когда люди подходят, руки ему целуют, зацеловали. Ну, маленько-то вперед бы сами посмотрели. Благословляющая рука должна почтенно быть. Ну, откуда это взяли? Вот архиерею там подают, ходила. Сколько раз за время богослужения руки поцелуют-то? Ну, ему самому-то как это не ай-яй-яй? Ну, вот это маленько-то бы заглянули хотя бы. Прошло богослужение архиерейское. Не архиерейское, а патриаршее. И мне звонит один полковник. И говорит, Игнат Тихонович, а что у вас, патриарх, сам не умеет одеваться? Меня научили. Я, говорит, уже в два года сам одевался. Колготки там надевал, что. Застегивает, пуговицы ему. Он сам умываться дома не мыть? Почему он не умывшийся пришел сюда? Дают ему здесь, глаза протирают, стоит полотенцем. Ну, образно-то, глаза протирать ты смелым будь. Отважным. Туда, Господи, веди твоих героев. Трусливые это не герои. Боится слово сказать. Если власть тебя допустила, они на сотни раз проверили, что ты нигде против власти слова не скажешь. А если скажут, уберут. Где убрали Венедикта? Масоны. При живом я отказался. Часто ли такое было, что у папы отказываются? Он всю жизнь рвется на этот престол. А, видимо, вот тебе показали, где папа Иоанн, Павел Первый был. Чашечку кофе на той стороне. Где Ротов Никодим приехал туда? Все. Одно движение, его уже нету. Так, полная тишина. Я говорил, не получится, что ты машешь. Я сказал, брать ее себе. Иди сюда. Понимаете, вы маящите, все просто. Бесполезно с вами говорить. Даже своим от ума не дам. Начинаем делать запись. Сказал, возьми девочку, держи на руках. Нет. Пустила, а теперь глаза вот такие. Ничего не получится. Надо делать строго по инструкции. Славу друг от друга принимаете. Людям нравится, когда батюшка по головке поцеловал. И дети, боголюбивое паство. Друг от друга славу принимают. А ты не бойся сказать истину, если видишь, что это не так. И ты увидишь, как свобода пахнет на тебя. Это за 2 декабря 16-го года день прошел. Ну, а ты можешь измениться? Не можешь, пока не родишься свыше. Ты хотел бы не принимать славу. Будешь вот таких, говорит, слоновь и уши. Слушать, кто что скажет. Ну, там, которая колопатриарха-то рядом-то. Но они же видят и знают все. Если бы помогали патриарху, давно бы все изменилось. И у патриарха не было бы такого поношения. Можно создать аллилуйщики, как называл их Хрущев. Которые все время будут только одобрять. Власти одобряют. Которые в высших-то там где-то в администрациях, в регионах везде. Ну, которые рядом-то с ними крутятся-то, причиндалы-то все. Нахлебники-то, паразиты-то. Ну, можно маленько-то хотя бы молиться о том, чтобы Бог дал хороших, смелых, искренних. Считаю, у Лескова там, Несмертельный Голован, другие. Никому не подчинялись. Богу, одному Богу. И они остались в литературе, везде известные. А вот из поэтов, кто был самый сильный. Мы не знаем, по каким параметрам мерить. Но что смелый был, выступил, сказал, это мы знаем. Вот, на, и знали, там такой-то был. Вот он на шафоте, из кружка Петрашевского, Достоевский. Но он смелый был. И он смог затронуть самую сердцевину. Не побоялся сказать еврейский вопрос поднять. Почему евреи-то его не любят? Но один из героев, пророк нашего времени, это Александр Александрович Солженицын. Когда я говорю это, особенно его ненавидят люди, которые в миссионерских отделах. Это люди абсолютно поврежденные. С каменными сердцами, говорится, с засоренными мозгами. Всякую пакость, говорят на Солженицына. Биографию даже его, не произведение, биографию повторить невозможно. Она супер уникальная у него. По всем. И вот так Господь делает, когда избирает своих детей, посылает. Когда ищет славы от Бога. Может ли ферплянин переменить кожу свою и барспятна свои? Так и вы можете ли делать доброе, привыкнув делать злое? Злое это не убивать там людей или проще. Злое, самое злое то, что не знать Бога. Жить в безверии, на каждом шагу льстить друг другу. Видишь, что это не так, ну и скажи. Тебя уберут, не бойся. Судим-то, какую зарплату назначили? Ужас! Какая пенсия? Прямо считаешь, вот Литвиненко и Литвинов там получают. Один миллион двести тысяч. Это где? В ведомстве, где меньше всего получают люди деньги. Образование. Учителя мизерную получают зарплату. Им не стыдно ничего. Злодеи, кровописцы, их называет Священное Писание. Хлеб образует кровь. А вы хлеб отняли, купить не на что. Иоанн 12, 43. Ибо возлюбили больше славу человеческую, нежели славу Божию. Вот и ответ. Дальше. Андрей Новгород. Новгород я не знаю, то ли из Новгорода, то ли фамилия. Мир вашему дому. Ранехонько встаете. Раньше коров. Ну да, понятно. Игнатий, есть ли у братьев возможность днем часок-другой кимарнуть? Спаси Христос. Я вам спрошу, кто у меня здесь есть? Никита? О чем он спрашивает? Никита развел руками, он не знает. Ты это слово не знаешь? Не знаю. Так, Володя, где он? Нету его, ушел. Это означает где-то придремать, где-то отдохнуть. Ложиться нежелательно. У меня был один такой, ложился яромонах. Как только я отвернусь, а он спать, утром встанем и вместе молимся. Это уже все нет, значит я с тобой расстанусь. В комнате у меня не будешь лежать. А потом разрешается ложиться, разрешается. Он ложился еще на 4 часа. Ну и чем кончилось? Да ни чем. Яромонах. Я повторю, сон, излишний блуд. Это в парня идут всегда сон и блуд. Все, снял с себя сам священство и женился. Я говорил, он не слушал, упорный, а талантливый. Он мне сильно помогал. Помогал, я ему постоянно говорил. Приедет другой священник с другого города, а он лежит, вставай. Он подушку сверху вот так вот положит, чтобы не слышать. Там у меня разные места, в деревне есть балерина, там другое. Я его не могу найти. Днем раз исчез, я знаю, он где-то скрылся и спит. Кончилось ничем. В блудной ладье потонул. Можно. Вот я сам. Как до 60 лет, если человек ложится спать, он сокращает свою жизнь. А если после 60 лет не дают ему чуть отдохнуть, как вы говорите, кеморрнуть, наоборот, отнимает жизнь. Вот мне приходится, ну, я ложусь пораньше, в 10-м часу или в 10, ну, бывает и в 11, в 12, там это пореже. Но утром вставать я должен раньше. В 7, встают 4, 40, ну, а я в 3 с чем-то вначале, чтобы успеть тут разобрать. Письма пришли, в интернете поработать. Андрей Новгород. Это обо мне там идет, это фотография одна. Я иду арестованный. Я даже мог бы ее показать, эту фотографию, как я был арестован. Сейчас где тут ее показать? А вот она где. Вот теперь я ее даже могу показать, посмотреть. Видите, как эта машина, зэк. Это вот идут военные. Вот меня выводят из зала суда, краевой суд был. Там она стоит, вон, видите, далеко один, чтобы я туда не кинулся бежать. И вот кто-то наши были здесь, они меня видели. Они увидели, вот это вот, красный, цветы бросали. Цветы. Моя дорога была услана цветами. Народу было столько, что в коридоре проводили меня, через толпу протаскивали. Заходили в зал суда, меня заводили 12 военных. А то что? Это отчет местное КГБ давало московскому. Мы на месте, мы держим его. Все лежат, сидят в камере, когда там отстойник есть. А у меня в отдельном стаканчике. И напротив меня, чтобы все время стоял и смотрел. Ни шагу в сторону. Ни одного движения. Случайно, чтобы сам на себя руки не наложил, видимо. Пояс сняли, я без пояса. Но борода еще на мне, еще я не осужден. Как осудят, в тот же день снимут бороду. Но я близко был знаком с начальником тюрьмы. Ну, как говорят теперь, зазомбировал его. Глупо это люди так говорят. Он по-христиански умер. И он меня даже на этап отправил с бородой. Вот оно. Он взял вину на себя. А другой отвечает. Вот он, видишь, это уже отсюда. Юлия говорит. Герой веры. Раз, вот, четыре восклицательные. А в чем обвинили? Статья 190 прим. Звучало так. Распространение заведомо ложных измышлений, порочащих общественный и государственный строй. А что под этими? Где? Ложные измышления. Ложные. То есть, комментарий говорит, что я должен знать, что они ложные и знаю, что они ложные. Я старался опорочить государство. Тогда правильно. Я говорю, я верю в это, что было раскулачивание. Раскулачивание было. У меня 12 кандидатов наук на мне было задействовано. 12 кандидатов наук только. Давали рецензию, рассматривали все. А потом я когда освободился и пошел сразу их искать. Да, был раскулачивание, у меня деда раскулачивали. Надежда Ивановна, подгорная. Я говорю, ну, это в медицинском институте теперь, в университет Барнауле, она там преподаватель была. А вы говорили, что не было. Ну, заставляли. Да вы же, я затребовал пленки, меня за пленки судили, там, интервью с репрессированными. И вы их не слушали, а деньги получили. Я вам же сказал, это голову опустило. Ну, еще, трусоси корысть. Вот он. А этот, ну, у них как-то там в это время был прапорщик, прапор. Вот идет впереди. Как они бодрые идут. А я живу около вокзала. И после этого они опять, когда привозили закрещенных, я проходил с ними и здоровался, они меня приветствовали. Ну, не знали, что я за что. Что у меня в обвинении стояло? Произведение проповеди Ярла Пейсти. Ярла Николаевича Пейсти. У меня 136 часов звучания было. Чистейшее. Прямо со студии в Стокгольме. Кажется, оттуда получали. Хельсники ли. Еще что было. Архипелаг ГУЛАГ. Солженицыным. Дальше. Труд о масонстве был. О масона сейчас в Орабьевске вот много Юрий говорит. Ну, ему еще далеко до моего произведения. Там все было взято со всей мировой практики. 14 лет я занимался этой темой. Изъяли у меня, что, Златоуз 12 томов начитанное, Жития 12 томов. Ну, и почти 50 книг аудио. Я стоял, конечно, на первом месте. Да и сегодня, наверное, на первом месте не только в России, а во всем мире. Такие книги, начитанные, распространенные по всей стране. Они все удивлялись. Московское КГБ говорило, там несколько отделов в Сибири трудится. А когда наткнулись один человек. Я просто попутно говорю. Вот это какие, в чем обвинили? Обвинить ни в чем они меня не обвинили. Обвиняли в этом. А обвинить нет. Я реабилитирован. Доказано, что это все было. И раскулачивание было, и гонение. И за то, что я опубликовал материал о патриархе Тихоне, его послание они сильно не любят. Которое Ставнаркому он написал. Ну, Анафиме предал советскую власть. И о мучениках, которые расстреляли восторг, пьян. Которые сейчас канонизированы. И о них, как именно их мучили, что было. О Иосифе Петроградском, Вениамине, Агапангеле, там, Ярославском. Откуда они? Метрополиты. Это называлась трагедия русской церкви и мученики 20 века. Это четыре пленки, кажется, было. По 8 часов 20 минут каждая. Ну, пленка это катушка. 375 метров. Вот за это. И говорили, что этого не было. Я доказываю, было. Не было. Ну, как не было, когда было? Помните, как Валант говорил? Ну, надо доказательства. Никаких доказательств. Он идет в это, где шаркающей кавалерийской походкой идет Пилат. И вот я говорил, доказывать нечего. Он был, он есть. Он есть Бог. И главное, совокупное совершенство. Рогозина Павла Иосифовича. Баптистки такой было. Под его именем сейчас много пакостей пишут. И думаю, что не он писал. А тут хорошо, существует изогробная жизнь. Кто же это? Это все у меня было в обвинении. Обвинение большое было. Ну, не за преступление. А почему? Людей не допускали, которые допускали. Суд был открытый. Но иногда на некоторые что-то там надо было прослушать. Не хотели, чтобы информация была в народе. И закрывали. Ну, и вот у меня сидит Надежда Васильевна. Здесь можно показать даже. И было так, что, который охранял, он говорит. А это так, когда малолеток изнасилует. Он сказал так. А на самом деле не так сказал. Это, дескать, за изнасилование. Ну, она там грай такой подняла. Сразу его вызвали. И там, я не знаю, что там извинились или что они сказали? Вон, посмотри на нее, покажи. Все. Вот. Ну, это судья. Все. И, видимо, этому сделали замечание. У каждого больше милиционера там не было, кто охранял. Они сразу их меняют, этих. У меня был один пришел. Ну, и там, на домой в камере еще. Начал там строжесть. Я тебе кишки тут по стенам размажу. Портянки свои тут разбесил. А я сказал начальнику тюрьмы, он меня вызвал. Его сразу вызвали и убрали оттуда. Капитан какой-то. Это оказался заезжий, не к местной тюрьме. К слову сказать, я видел тюрьмы разные, но лучше Барнаульской нету. Бывший монастырь. Здесь я смотрю, это и хороший обиход, как будто бы это не заключенная. Вот Зоя Крахмальникова ехала, Зоя Александровна. Ее на этап отправляли в Усть-Коксово, в Горный Алтай. Мужа ее, Светова, Феликса. И он тоже все отзывались о Барнаульской тюрьме, как о самой лучшей. Медицинское обследование. Положили сразу, их подправили здесь. Вот Бог делает так. Они уже, монахини здесь было больше трехсотых. Их вывели всех прямо в ярд, вот и всех расстреляли. Рассказывает. А одна из них была Иннокиня, видимо. И она успела высказать дня за два. Мы долго за ней потом ухаживали. Рязанова Александра Тимофеевна, улица Пролетарская, 103 жила. Вот я попутно все говорю. Вот видите как. В чем обвинили. Дальше. Вчера я подпишу. Нами были отправлены две посылки в Испанию, 16 октября. Вот два номера. Примерно по 14,5 килограмм. Они пересекли границу России. Следить можно. И далее нет данных. Не получены по сей день. Просим ради Христа помочь и разыскать наши сокровища книги. Жалобу вчера первый раз послал. Но здесь же были посты на два пакета. Потому что в коробке не умещается все 38 моих книг. Из Испании. В Испанию. Те дошли пакеты. С 16-го отправили, а уже 26-го они их получили. Так прошел-то уже ноябрь после октября. И нигде ни слуху, ни духу. Это большая стоимость. 750 евро. Меня попросили просмотреть фильм «Ученик». «Ученик». Ну, кто желает, может посмотреть. Вреда-то немного там. Я говорю, это трагикомедия. Насмешка. Вымышленная история, какой не было нигде. Почему? Парнишка один как бы поверил, что в Библии написано. Ну, а дальше самодурствовал. Притча 15-22. Я беру это как эпиграф к этому кинофильму. Без совета предприятия расстроятся, а при множестве советников они состоятся. Он никого не слушал. Места писания берет, иногда к месту применяет-то. Ну, и ничего не получалось. Там одна у них, преподаватель биологии, она принесла там, валеологию преподают, морковки. На каждую парту морковки. Потом презервативы, чтобы на морковку натягивали. А он говорит, так что на практике нет? Снял, все на виду у нее. Вот теперь показываете. Ну, и тут директоры начали прибирать. Вот, он, сказали, услышал, от обезьяны человек произошел. Он сшил костюм обезьяны, давай по классу прыгать. И с ним ничего не сделаешь. Без совета и где нет послушания. Там колесница запряжена этими двумя конями. И колесница неуправляема колесничьим. И несется в пропасть ада. Это слова Златоуста. Так случилось и здесь. Мне пишет одна Татьяна. Почти не захожу в мой мир. Только сегодня увидела ваш вопрос. И гора с плеч упала. Да, Игнатий Тихонович, дружба с вами дело непростое. А я-то думала только вставить свое фото и анкету заполнить. Я ей сказал, когда выходят, просятся в друзья. А там какая-то то машина, то храм. Поставьте свое фото. Никаких аватаров не признаю. Никаких ников. Фамилия, имя, отчество. На ваш вопрос, как мы тут, отвечаю, стихотворением. Стихотворение не о друзьях, а о врагах. О ком вы знаете. Ну, я знаю о ком. О врагах. Главное, враги это в миссионерских отделах засели. Это подделка дьявола. Никаких отделов миссионерских не было. И быть не может. Дьявол принимает вид ангела света. Благовестнические могут быть, проповеднические могут быть, миссионерские не могут быть. По всей вероятности, Дух Святой туда не вхожь, а это труд Святого Духа. Благослови врагов моих, Господи, и я их благословляю и не кляну. Враги решительные друзей толкают меня в объятия Твои. Друзья тянули меня к земле. Враги разрушали все надежды мои на земное. Они сделали меня странником в царствах земных и ненужным жителем земли. Как преследуемый зверь быстрее находит себе убежище, чем непреследуемый, так и я, гонимый врагами, укрылся под покровом Твоим, где ни друзья, ни враги не могут погубить душу мою. Благослови врагов моих, Господи, и я их благословляю и не кляну. Они вместо меня исповедали перед миром грехи мои. Но это грехи мои, а когда они грехи, это все, что считают правильно. Когда ты один, и тебя трогают, но когда за тобой стоит еще воинство, когда люди, у людей говорят, что ты неправильно веруешь и прочее, клянут, ты обязан восстать. Святые никогда не соглашались с тем, когда обвиняли их в ереси. Меня в ереси обвиняют, и поэтому я встаю на защиту истины. А иначе, если у меня не так все, как? Если бы я боялся большого собрания, знал бы за собой какое-то преступление, за мной ничего не числится. И поэтому я смело подавал на них в суд, и ни одного сражения не проиграл. В духовном плане это генералист ему столько может это сделать. Я уж смеюсь над собой. Они бищевали меня, когда я сам жалел бищевать себя. Они мучили меня, когда я от мук убегал. Но я не убегал никогда, так что мне это не относится. Они поносили меня, когда я льстил себе. У меня тоже этого не было. Чтобы я льстил себе, мне долбят со всех сторон. С чего льстить? В бедности, в нищете. Они плевали меня, когда я был горд собой. Я даже не знаю, что такое гордый. С чем гордиться? Благослови врагов моих, Господи, и я их благословляю и не кляну. Я благословляю и не кляну. Когда я считал себя мудрым, они называли меня безумцем. Но мудрость не наша от Бога, опять же. Греши супергрешные, одновременно мы святые. Да ты святой, святой по благодати, по омытию крови Христовой. Как раз завтра, я думаю, причащаться. Я хотел, чтобы все наши причастились. Когда я считал себя сильным, они смеялись надо мной, как над карликом. Когда я стремился, ну смеются, хорошо смеются, кто последний смеется. Как я прочитал на памятнике или на могильной плите, на стеле, на этой, у Николая Васильевича Гоголя, там написано из Гоголя, этого, Изиева, ты еще наполнишь смехом уста мои. Он писал смешное, он наполнит смехом уста мои. Когда я стремился быть первым, они теснили меня к последним. Ну и что теснили? А успели они, что-то нет. Я могу показать десятки мест, где я был первым. У меня стихотворение есть, называется «Пример к себе своим воображением». Я его даже проиграю, могу проиграть здесь. Я успевал на каждом повороте засеять поле, застолбить межу. Со златоустом путь житийный пройден. С той стороны земли на все гляжу. Когда стремился к богатству, они били меня по рукам на воду. Потому что я никогда не стремился, и за это меня бить не за что. Когда я собирался спать мирно, они будили меня от сна. Да, было. И когда вот нападали, у меня пропадает сон, вся ночь уходит на молитву. Вот это ко мне относятся, вот это могу взять конкретно. Хотел спать мирно. Когда я строил дом для долгой и тихой жизни, они разрушали его и изгоняли меня. Я ничего не строил, ни одного дома. И редко у кого столько домов, как у меня. Редко. Почему? Бог дал. Вот я судился, выиграл процесс, и городская администрация рассчиталась двумя домами со мной. А должны-то были ни худо, ни бедно. 11 миллиардов задолжало мне государство. Благослови врагов моих, Господи. Я их благословляю и не кляну. Благослови их, умножи. Умножи и сильнее, жесточи на меня. Но это уже, конечно, не знает, о чем говорит. Никогда не искал святых, не молился. А наоборот, умножи их сердца. Это уже ерничает, что умножь врагов. Христос молился ли это? Много врагов, говорит, гонят, даже один гонит. Беги в другой город, если есть возможность. Это уже изгладь меня из книги жизни. Не знает, о чем говорит. Да будет бегство мое к тебе безвозвратным. Аминь. Да и ставит надежды моей наземной, как паутина. Аминь. Да воцарится смирением в душе моей. Аминь. Да станет сердце мое могилой к близнецам злобным, гневу и гордости. Аминь. Да соберу на небесах все сокровища свои. Аминь. Да освобожусь навсегда от самообольщения, запутавшего меня в страшную сеть жизни призрачной. Аминь. Враги открыли мне то, что немногим ведомо. Нет у человека врагов, кроме него самого. Но это неправильно. У него три врага. Враг дьявол и враг мир сей. И враг сам человек. Вот от него самого открывает. То лишь, тот лишь ненавидит врагов. Кто не познал, что враги не враги, а друзья взыскательные. Ну, это как сказать. По большому счету, в духовном плане, то да. Воистину трудно сказать мне, кто сделал мне больше добра и кто причинил больше зла. Враги или друзья. Вот. Это действительно так. Трудно понять. Почему? Потому что нет больше для меня радости, как слышатся, друзья мои ходят в истине. Вот я посмотрел сейчас. Люди видят, вот как у нас есть, как готовим к крещению, крестятся. Крестились вот позапрошлом году 12 человек, и ни одного нет нигде. 12. А почему? Из других мест. А местные были, они стали ходить только и видят, это нужно, пост нельзя нарушать. Ну, православные-то. Под разными предлогами уходят. И остаются в хороших отношениях. А вот сказали, у вас нет епископа, то есть причина какая. А вот я думал, что так, а вы с патриархией знаете. Из-за того, что мы с патриархией в близких отношениях, мы потеряли здесь больше 10 человек уже. Но мы стоим твердо и не колеблемся. И вы, ну, за то, что мы признаем московскую патриархию истинно подблагодатной, что как там священники имеют право исповедать, прищищать и архиерея, признаем. Посему благослови, Господи, друзей и врагов моих, да. Раб клянет врагов, ибо не ведает. Сын их благословляет, ибо ведает. Ибо ведает сын, что враги не властны над жизнью его. Потому ходит он среди них свободно и молится о них ко Господу. Аминь и аминь. Благослови врагов моих, Господи. И я их благословляю и не кляну. Святитель Николай Сербский. Что он испытал, как у него было, я не знаю. Пережил ли он сам это, не знаю. Евгений, почему-то 91. Благодарю, Игнатий Тихонович. Спасибо, Христос, за вашу проповедь. Все чаще стал посещать ваши ресурсы. Вот, заметьте, он вчера ко мне зашел. Как раз скинул этот фильм, который сейчас говорил ученик. И я ему ответил, Серебрянецкий Кирилл, что обо мне писал, и мои слова. Я дал ему ответ 1636 слов. Вот представьте себе. А один ответ. С одного захода. Ну, мудрость не всегда приходит с возрастом. Бывает, что возраст приходит один. Мудрость с возрастом. Хорошо сказано. Кто Михаил Жванецкий? И вот я тут сегодня хочу показать один ролик, как сказать, или сообщение в интернете. Вот послушайте все. Я потом дам комментарии. Ноев ковчег будущего. Гигантский плавающий город. Гигантский плавающий город, разработанный французской командой архитекторов во главе с Жаком Ружерей. Вот. Для научно-исследовательских работ в океане. Футуристическое судно. Что такое футуристическое? Ну, слово фьючер, то есть будущее. Вот, видите, Никита все знает. Длиной 900 метров. Километр почти судно. И шириной 500 метров, полкилометра. Рассчитано на 7 тысяч ученых и студентов всего мира. Город предложит им лаборатории, классы, лекционные залы, жилые помещения и всевозможные зоны для отдыха и спорта в свободное от работы время. Вот он как будет выглядеть. Необычная форма корпуса повторяет тело ската, что дает лучшую устойчивость, стабильность и сопротивляемость суровым погодным условиям. Видимая часть города выступает над водой на высоту 60 метров. Представь себе, 60. Тогда как нижняя часть уходит под воду на глубину 120 метров. Невообразимо. В центре города располагается большая лагуна. Что такое лагуна? Бассейн. Вот так, ну как залив. Где смогут швартоваться научно-исследовательские суда. К ней ведется канал, вдоль которого развесят фермы для размножения авокультуры. Так ученые смогут выращивать и изучать различные морские формы жизни. Приподнятые кончики крыльев судна займут гидропонные оранжерей для выращивания фруктов и овощей для питания жителей города. Теперь с другой стороны показывает, как он. Вот смотри, как крылья, как у нее идут. Вообще культура. Люди со всего мира могли бы приезжать в этот город, которым управляли бы стандарты Организации Объединенных Наций. Он предназначен для ученых, студентов, академиков, которые хотят исследовать океан, говорит Жак Ржерей. Этот проект коренным образом изменил бы мир подводных исследований, поскольку у людей будет постоянный контакт с океаном. А также прямой доступ к подводному миру, поскольку нижняя часть города подводная. Разработчики видят город полностью автономным, способным самостоятельно удовлетворять потребности в электроснабжении. За счет специальных установок силы подводного течения и энергии волн. Вот он показывает, что там внизу. Сегодня находится в стадии проектирования. Но Жак Ржери надеется, что город будет построен к 2050 году. К 2050 году. То есть они в мировую обстановку не видят. Вряд ли еще жизнь продлится столько. Это могло бы показаться амбициозным и даже сомнительным. Однако предыдущий футуристический проект архитектора, плавающая лаборатория, СИ Орбитер, уже строится. В 2016 году будет завершен первый из 12 этажей лаборатории, из которых будут располагаться ниже уровня моря. Непонятно сколько. И по данным ТЭЧ-инсайдера, видно, обойдутся в 50 миллионов долларов США. Вот так. Вот теперь показать нужно наши ресурсы. Меня сильно это заинтересовало, поэтому я отвлекся. Вот он наш мой мир. В мой мир я перетаскиваю сейчас практически все видеоролики, которые ставлены на нашем видеоканале в YouTube. Вот поставлено, что занятия идут, потом события дня, трусость и корысть, занятия с детьми и златоос. Вот сегодня 5 роликов опять. Ну а это мой мир. Об мой мир говорю православный форум. 1602 темы. Находите здесь очень и очень много всего. Ну а это наш православный видеоканал открытым оком во свете Библии. Ну и самое тяжеловесное, что есть, это во свете Библии православный библейский сайт. Ну и здесь 4124 ответа по темам справа найти. Я хотел дать прослушать пример к себе своим воображением. Слава Иисусу Христу! Старшая сестра Татьяна Кузьминейши-Капустина меня проверяет как. Никита, шагни сюда, напечатай, тут я не вижу буквы. Пример к себе своим воображением. Примерь к себе. Своим Ну ладно, воображением. Ладно, я найду уже. Вот оно. Пример к себе своим воображением. А что-то я не нашел. А почему? Как это может быть? А ну вот здесь слово Лапкин. Вы это скопируете и на канале поставьте поиск у себя. Я об этом подумал. Ну может быть пока переношу, добавь слово Лапкин. Пока переношу, так а когда пока вы переносите? А ну-ка попробуй. Это во всей сети. Вот сразу на первом месте. Видите? Вот оно где. Я сейчас включаю его. 1 октября, точно 14-го года. Вот Игнатьич Лапкин сидит, его стихи. Сейчас мы будем. А Виктор Николаевич Савченко, он будет их напевать. Музыку составил. Примирь к себе своим воображением. Примирь к себе своим воображением Все то, что прочитал или услышал Для снайпера сегодня я мишенью Всем хищникам меня Бог сделал мышкой Ни час, ни сутки, но сплошная жизнь На выходе и в ходе за обедом Встреча стреляет точно в лоб И давит только вниз Задача выжить ни одной победы Я успевал на каждом повороте Засеять поле, застолбить межу За златоустом путь Житийный пройден С той стороны земли На все гляжу С той стороны земли На все гляжу Хотя, как знать, когда я ускользну Стрельба и яд, петля не захватили Враг не достал и стратил всю казну Уверенность пожег в истерике бессилин Их совещания по тайным кабинетам Моим паролем, кличкой, псевдонимом Пробитаны, отклеены плашеты Так день и ночь, астрелы мимо, мимо Я успевал на каждом повороте Засеять поле, застолбить межу За златоустом путь Житийный пройден С той стороны земли На все гляжу С той стороны земли На все гляжу Их измотало в горных перевалах Там след моей ступни не распетлял По шахтам, гротам, балагам, отвалам И следует святых, о ком я начитал Мой бег, мои убежища, старидам За мною доик, бешеный саул Они разведали, что ем я мед, акриды А штаб-квартира избран баранов Я успевал на каждом повороте Засеять поле, застолбить межу За златоустом путь Житийный пройден С той стороны земли На все гляжу С той стороны земли На все гляжу Я с Моисеем на своей вершине В последний раз смотрю из-под руки Враги с собаками, с биноклями в машине Мой след вынюхивает у кустов реки Моя погоня гнались до упадут Я отошел, не достигаем вам Прощай, земля, азарт, закон ограда Мой труд следы, читайте по слогам Прощай, земля, азарт, закон ограда Мой труд следы, читайте по слогам Я успевал на каждом повороте Засеять поле, застолбить межу Со златоустом путь Житийный пройден С той стороны земли На все гляжу Я успевал на каждом повороте Засеять поле, застолбить межу Со златоустом путь Житийный пройден С той стороны земли На все гляжу С той стороны земли На все гляжу Ну все, спрашивают, что один день А один день много дает Вчерашний день А то это только за прошедший день мы смотрим Весь день уже ожидаешь Пятница, среда-пятница Сергей Пупков ведет занятия по скайпу Ну по московскому времени Это получается Два часа Дня Но у нас шесть часов Сначала Сергея по скайпу надо найти И сказать ему, что он принял сам И не залазить И он тогда включит У нас отовсюду есть люди, которые приходят Занятия по блаженному феофилакту И на этом все Сегодня мы встречаем Екатерину Тинникову с Москвы Если Господь благословит Я прошу помолиться Чтобы у нее удачно все было Она желала Пришла она из отделенных баптистов Ревностные такие люди Отделенные Это не то, что зарегистрированные Много пострадавшие Стала православной Приезжала сюда Приняла крещение на Хакаске В этом году закончила она институт И я, говорит, стала искать Тоску по старому-то А здесь не то Чтобы искать Евангельских православных Вот какое она выражение нашла И она, говорит, я нашла Просится у нас жить здесь Стать членом нашей Крестовозвиженской общины Ну вот, если так все будет благополучно Сегодня мы должны ее встретить Надежде Васильевне жить Сразу я запишу ролик Ей правило все это будет Устав, она ознакомлена Что нужно и как Чтобы не было замечаний Меня обвиняют, что Дисциплина жесткая Ну а разве треугольник плохо? Любая фигура ломается Треугольник твердый У меня треугольник везде Во имя Святой Троицы Правило на все Вставать, одеваться, прийти, выйти Договор заключаем И нет нарушений Хорошее наше отношение Не так, что пожил, ушел И врагом сделался Все на этом Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует...